Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 15 марта? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Сегодня по всей России стартовали выборы главы государства. Ульяновцы начали приходить на избирательные участки с первых минут работы, а некоторые всей семьей. В первый день проголосовали первые лица региона. На избирательном участке в Карлинском многолюдно с самого утра. Одними из первых голосовать в Дом культуры пришли активные семьи села. Мы все-таки пытаемся донести до деток, что голос каждого подрастающего поколения это очень большое дело и важное для того, чтобы все-таки наша страна была стабильная. Мы сегодня выбираем наше будущее и приобщаем молодое поколение. Вот девушка уже в этом году и исполняется 18 лет. Здесь дети хоть и маленькие, но они уже с раннего возраста приобщаются к тому, что это важно. Кстати, и Лесновы, и Даутовы-Раковы участники федерального проекта всей семьей. На избирательном участке в Карлинском с ними встретился губернатор Алексей Русских. Также он проголосовал и призвал ульяновцев не оставаться в стороне. Чтобы обязательно все пришли, сделали свой выбор, проголосовали за будущее нашего государства ради наших детей и ради наших внуков. Поэтому всех призываю перейти в три дня. Сегодня, завтра, послезавтра можно выбрать. Удобное время прийти и отдать свой голос. В первый день на выборы главы государства пришли и представители городской администрации, в том числе и мэр Александр Балдакин. Все избирательные участки, у нас в 262 городе Ульяновске, открылись без нарушения по времени ровно 8 часов. Сегодня вот я сейчас пришел на свой избирательный участок и тоже проголосовал за достойным кандидатом. Избирательные участки будут работать до 17 марта с 8 утра до 8 вечера. Здесь же ульяновцы могут проголосовать за понравившийся дизайн проекта объектов инфраструктуры, которые будут воплощать в жизнь в 2025 году. Благоустройство парков и скверов пройдет по нас проекту «Жилье и городская среда». На все вопросы помогут ответить волонтеры. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Уллправда.ТВ Свой голос отдают и первые лица государства и округов. Так полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров проголосовал на избирательном участке в Нижнем Новгороде. В течение трех дней созданы максимально комфортные условия для голосования людей. Хочется сказать, а вы проголосовали, а вы пришли на выборы президента России. Как говорится, все на выборы. И как-то, наверное, с юности был приучен к этому. Всегда приятно прийти, посмотреть на участки, как-то проникнуться в эту атмосферу. Не только с рабочего места, но как-то я, наверное, так привык, такой консервативный подход, может быть. Но для меня это связано, конечно, и с эмоциями тоже. В Приволжском федеральном округе работает почти 22 тысячи избирательных участков. 740 из них в Ульяновской области. Кроме традиционной формы голосования, широко используются технологии для удобства избирателей и повышения прозрачности выборов. Это дистанционное голосование и мобильный избиратель. Так, в округе порядка полутора миллионов человек выразили желание проголосовать с их помощью. Проголосовать ульяновцев приглашают и депутаты законодательного собрания. Это, во-первых, гражданский долг и право данной конституции, чтобы гражданин Российской Федерации принимал участие в выборах. Тем более в этих выборах. Это главные выборы страны, которые определяют развитие нашего государства на ближайшие 6 лет. Крайне важно. Тем более сегодня, в той обстановке, в условиях беспрецедентных санкций в отношении страны, когда мы показываем развитие экономики, когда мы проводим специальную военную операцию, сегодня крайне важно каждому гражданину страны, каждому жителю Ульяновской области прийти на выборы и проголосовать, принять участие в выборах. Стартовали главные выборы страны, выборы президента Российской Федерации. С утра я пришел без своей супруги на избирательный участок и сделал свой выбор. Это обязанность, правая обязанность, которая закреплена в нашей Конституции. Я думаю, что все граждане нашей страны должны выполнить свой гражданский долг и сделать свой выбор. Мы определяем дальнейшее развитие нашего государства, путь, по которому мы будем дальше двигаться. В наших сегодняшних условиях это особенно важно. В первый день голосования на избирательных участках многолюдно. Многие спешат проголосовать именно в пятницу, чтобы освободить выходные дни. Кто-то участвует в выборах впервые. Молодежь без внимания не оставляют, дарят подарки. Светлана Карпухина продолжит. Спасибо. Вы проголосовали. Спасибо. Такие слова впервые услышала Ксения Хрусталева, победительница всероссийского конкурса «Большая перемена». Девушка к своим первым выборам подошла очень ответственно. Изучила всех кандидатов и их политический опыт. Для меня, наверное, голосование – это то, что мой голос может повлиять на что-то большое, на что-то важное, и то, что я являюсь вот этой вот частичкой чего-то важного, из чего складывается как раз все государство. И это очень необычно ощущать, когда вот ты первый раз приходишь на выборы, отдаешь свой голос. Такая вот ответственность некая чувствуется, которую ты как раз вот и проявляешь. Среди тех, кто проголосовал впервые, были и военнослужащие, которые прибыли в Ульяновск на тематическом поезде «Сила в правде». Юноши и девушки – участники военного ансамбля. С 23 февраля они путешествуют по России и в первый день выборов оказались на вокзале Ульяновск-Центральный. Как настоящий патриот, истинный патриот своей Родины, военнослужащие, экипаж поезда, сегодня в первый день голосования голосуют здесь, в Ульяновске, потому что они сюда прикрепились, потому что они подали заявление о голосовании по месту нахождения. Военные в полном составе приняли участие в голосовании. Избирательная комиссия Ульяновской области на вокзале разместила временный участок для голосования. Все по правилам – запломбированный ящик, кабинка для тайного воли изъявления, инструкция по голосованию и информация о кандидатах. Напомним, избирательные участки будут работать три дня – с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 вечера. Для голосования избирателям необходим паспорт гражданина Российской Федерации. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. Чтобы контролировать прозрачность выборов, в регионе начал работу Центр общественного наблюдения. Его открыли на базе Педуниверситета. Здесь в режиме онлайн можно посмотреть трансляцию с участков, обеспеченных оборудованием для видеонаблюдения. Репортаж с открытия Валентины Никоновой. Председатель избирательной комиссии Ульяновской области Юрий Андриенко пригласил жителей региона прийти на избирательные участки и проголосовать, исполнив свой гражданский долг. Я всех ульяновцев поздравляю с тем, что стартовала избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации. Сегодня в 8 утра открыли все без исключения все 940 избирательных участков. Люди голосуют, причем, как я понимаю, как мне уже сообщили, очень активно. Поэтому выборы начались. 404 избирательных участка в Ульяновской области оснащены средствами видеонаблюдения. Камеры будут работать круглосуточно до окончания голосования. В Центре общественного наблюдения установили 8 больших экранов, на которых можно увидеть 48 изображений с разных участков. Трансляция ведется в режиме реального времени. Каждые 15 секунд картинка с одних участков меняется на трансляцию с других. Почему Центр здесь? Почему мы с утра сегодня здесь? Действительно, мы еще раз показываем открытость выборной системы Российской Федерации. Центр общественного наблюдения позволяет абсолютно любому гражданину, достигшему 18 лет и зарегистрированному в общественной палате, на основании паспорта прийти и поучаствовать в наблюдении за выборами. Это самое главное. Выборы президента определяют будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. В избирательной системе России появилось много прозрачных, демократичных, удобных и понятных инструментов. Один из них – это система общественного наблюдения. Мы провели огромную подготовительную работу по обучению наблюдателей по так называемому «золотому стандарту». Я много раз говорила о том, что «золотой стандарт» разработан в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии и разработок общественной палаты Российской Федерации, что еще раз подчеркивает вовлеченность гражданского общества, интерес гражданского общества к самим выборам. В Центре общественного наблюдения за выборами работает 5 квалифицированных юристов. Им можно задать вопросы по избирательному процессу по телефону горячей линии 8 800 444 16 73. Также на избирательных участках с 15 по 17 марта работает выездная экспертная группа, цель которой – предотвратить нарушения. Помимо наблюдателей от общественной палаты Ульяновской области, 467 участков у нас еще не обеспечено наблюдением со стороны общественных наблюдателей от общественной палаты Российской Федерации. Но надо сказать, что это очень серьезная команда, команда действительно подготовленных специалистов, которые знают не только избирательное право, но и которые знают, как разрешить вопрос в той или иной конфликтной ситуации. Выборы президента Российской Федерации продлятся три дня – 15, 16 и 17 марта. Все участки Ульяновской области и России ждут избирателей с 8 до 20.00. Валентина Никонова, Анатолий Рассохин, Оллправда ТВ. 11 марта наступил священный месяц Рамадан. Это священный месяц для всех мусульман, время обязательного поста и благих дел. Одной из традиций Рамадана – это благотворительный ужин ифтар. В Волгоспорт-арене на прием пищи собрались более 4000 гостей из 18 регионов страны. Священный месяц Рамадан начался 11 марта. В этот период мусульмане держат пост. Им запрещено при свете солнца принимать еду и питье, а также курить, совершать плохие поступки, принимать лекарственные препараты. Во время Рамадана мусульманин может питаться лишь дважды в день – до рассвета и после заката. По канонам они называются сухум и ифтар. Последний стал в Ульяновской области большой традицией. Благотворительный ифтар ежегодно собирает в регионе тысячи верующих. По масштабам свои может сравниться с ифтаром в Татарстане. Сегодня на нашей земле, слава Всевышнему Создателю, вновь мероприятие. Проходят такого уровня, такого масштаба, я бы сказал, межрегионального. Потому что сегодня мне сказали, что около 15 разных регионов приехали люди сюда сегодня. Есть даже муфтии Мариэл. И сегодня, когда мы молимся, держим пост сегодня, с понедельника православные тоже начнут пост держать. Мы каждый день молимся за то, что наша великая Россия вновь победила. И весь мир смотрит на нас. И соответственно, от того, что мы здесь сегодня собрались несколько человек, несколько тысяч человек, поверьте, это самое барракадное, как у нас говорят, если я пару слов сказать, самое милостливое место Всевышнего, где несколько тысяч собрались, будут коллективно здесь молиться и просить Всевышнего об этом, чтобы был мир, процветание. Поздравить всех мусульман приехал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Это благотворительное мероприятие, это еще один шаг к укреплению межнациональной и межконфессиональной дружбы. И мы здесь, у нас в Ульяновской области, все эти движения, все эти начинания очень поддерживаем. Сейчас, как никогда, мы все с вами должны быть вместе. Мы все должны быть одним мощным и сильным кулаком. Только так мы можем поддержать победу, и мы это обязательно сделаем. Масштабный ифтар в Волго-спорт-арене организовали региональное духовное управление мусульман, областная общественная организация татарских бизнесменов Симбер и мусульманское бизнес-сообщество при поддержке правительства Ульяновской области. Отведать угощение мог любой желающий, вне зависимости от вероисповедания. Ифтар – это вечернее разговение, когда мусульманин, если ты имеешь достаток и начинаешь кушать после поста, ты не имеешь права это начать, если ты знаешь, что у тебя сосед, допустим, нет достатка, и он недоедает. И вот смысл этих благотворительных ужинах в том, чтобы накормить всех нуждающихся, и только после того, как ты, который имеешь достаток, можешь это сделать, тогда ты можешь спокойно и себя, за себя, за собой посмотреть. Вот в этом смысл благотворительности и добра в Рамазан. Во время Рамадана еду раздают всем нуждающимся, людям в сложных жизненных ситуациях, многодетным, детям в детских домах, семьям, участникам СВО и прочим. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ. 13,5 миллиардов инвестиций. На территории промышленной зоны Заволжья официально открыли новую производственную площадку. Завод «Арнест» займется производством алюминиевых банок для напитков. На производстве побывала наша съемочная группа. В индустриальном парке Заволжья открыли новое предприятие по производству алюминиевых банок для напитков. Это завод компании «Арнест» упаковочные решения. Старт производства по традиции прошел торжественно. С нажатием кнопки запуска станки заработали. Гул современного индустриала заполнил цех. Пуск! Завод «Арнест» упаковочное решение в городе Ульяновске официально открыт. Реализация проекта по строительству завода у Ульяновски начал предыдущий владелец активов – американская компания «Болл Корпорейшн». 15 октября 2021 года в Ульяновске состоялась официальная церемония закладки первого камня. Однако вскоре проект был заморожен в связи с уходом с российского рынка. Новый собственник группа «Арнест» объявила о возобновлении строительства в декабре 2022 года. Понятно, что приобрести активы у уходящих иностранных партнеров, наверное, дело не хитрое, тем более, когда ты являешься специалистом в своем деле. Другое дело – это взять предприятие, по которому есть только проект, и по которому проект должен быть реализован на оборудовании, с использованием оборудования уже на сегодняшний день недружественных производителей, его переформатировать и реализовать абсолютно в новом формате, с новыми партнерами. «Арнест» – упаковочные решения, ведущий российский производитель алюминиевой упаковки. Компании принадлежит три завода по производству алюминиевых банок и единственный в России завод по производству алюминиевых крышек. Предприятие расположено в Нарофоминске Московской области, Всеволожской Ленинградской области и Аргаяши Челябинской области. Я очень благодарен проводить группу компании «Арнест» Алексею Дарвичу, очень благодарен Министерству промышленности и торговли, Российской Федерации Денису, Виктору Леонидовичу. Они поддержали нового инвестора. Мы, как регион, со своей стороны оказали полную поддержку. И в кратчайшие сроки, буквально за каких-то 8 месяцев, был пересмотрен проект, перешли на другого поставщика оборудования, на китайских производителей. И за 8 месяцев был построен завод практически от фундамента. Представители компании-поставщика оборудования тоже присоединились к торжеству. Из Поднебесной привезли живописное полотно, выполненное на натуральном шелке китайскими мастерами. Пейзаж со смыслом подарили с наилучшими пожеланиями. Написали, желаю вам песность, как весна. Деньги к вам приходят, как вода. Запуск первой линии провели раньше срока. Он был запланирован на апрель. Вторая линия заработает в июне. Руководитель группы Арнест Алексей Сагал планирует и дальше интенсивно наращивать мощности. Уверенность полная, что во втором полугодии мы будем работать на полную мощность и сделаем 800 миллионов штук. То есть практически годовой план. С вводом в эксплуатацию этого предприятия создаётся 150 новых рабочих мест. Общий объём инвестиций в проект превысил 13,5 миллиардов рублей. Проект реализует при поддержке Фонда развития промышленности. Сопровождает и поддерживает инвестпроект Корпорация развития Ульяновской области. После выхода на проектную мощность завод сможет производить более полутора миллиардов банок в год. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Управда ТВ. 16 марта в Ульяновской области ожидается солнечная погода без осадков. Температура днём составит плюс 3 градуса, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин